Продолжение следует... Если мы будем говорить о среднестатистической семье из 3-4 человек, то вполне достаточно прибора производительности 10 литров воды в минуту, который способен обеспечить разбор горячей воды на душевой кабине, либо на кухонной мойке, либо на умывальнике, при условии, что они не будут работать одновременно. В случае, если стоит задача обеспечить работу одновременно двух точек, то следует смотреть уже сторону приборов производительностью 13 литров воды в минуту. И если подразумевается работа прибора на заполнение ванны для использования прибора вместе с джакузи или одновременной работой трех точек водоразбора, в этом случае необходимо смотреть в сторону приборов производительностью 15-18 литров воды в минуту. Большинство наших приборов способны запускаться и обеспечивать потребителя горячей водой при давлении воды уже от 1,1 атмосферы. Соответственно, они будут работать при таком низком давлении. Вторым немаловажным фактором является высокое давление воды на входе. Если давление воды у вас превышает значение более 4 атмосфер, то следует задуматься о установке понижающего редуктора. Прибор способен выдержать давление до 12 атмосфер, но это не является его рабочим давлением. При таком давлении колонка просто не сможет успевать нагревать воду до заданной температуры. При низких давлениях воды, 1,1-2 атмосферы, следует помнить, что может потребоваться дополнительная регулировка для корректировки температуры воды на выходе. Очень часто задают вопрос, что такое модуляция и для чего она нужна. Если объяснять простыми словами, то функция модуляции водонагревателя призвана обеспечить постоянное поддержание заранее установленной температуры вне зависимости от количества воды, проходящей через прибор. Другими словами, если прибор настроен был изначально на температуру 40 градусов и через него проходило, к примеру, 8 литров воды в минуту, при изменении количества проходящей воды, колонка обязана удержать температуру на заранее установленном уровне. Фактически все наши водонагреватели обладают такой возможностью, за исключением более доступного прибора, это терм 2000, который работает в режиме фиксированной мощности. И при эксплуатации этого прибора следует учитывать, что при изменении протока необходимо изменять настройку температуры или настройку горелки на самой колонке. Газовые водонагреватели могут оснащаться пилотной горелкой или запальной горелкой, могут быть с прямым розжигом, ну и помимо этого может отличаться сам тип запальника. Колонка может запускаться от пьезоэлемента, может запускаться от сменных элементов питания, так называемая батареечная колонка, или может быть еще колонка, у которой отсутствуют сменные элементы питания, а за счет работы гидрогенератора вырабатывается напряжение для запуска электронного блока. Ну, если сравнивать прямой розжиг и розжиг от пилотной горелки, какой бы тип розжига не применялся, безусловно, колонка с запальником будет работать гораздо комфортнее, мягче и будут отсутствовать хлопки. На колонках с прямым розжигом, зачастую в силу конструктивных особенностей, при старте горелки будет слышен хлопок. Но если мы рассматриваем колонку терм 2000, то на этой колонке для того, чтобы снизить вот этот шумовой эффект, применено такое решение. Электроды розжига развернуты в диаметрально противоположном направлении для того, чтобы обеспечить розжиг сразу на двух точках горелки. И эффект хлопка здесь будет сведен к минимуму. Безусловно, лучше, конечно, рассматривать прибор с пилотной горелкой, поскольку за счет этого повышается в том числе и безопасная работа прибора. Соответственно, она становится более комфортной в эксплуатации. Если говорить о российских нормах, то все водонагреватели должны обеспечивать безопасную эксплуатацию и аварийное отключение прибора в случае нарушения каких-либо условий. Прежде всего, газовый проточный водонагреватель оснащается датчиком контроля температуры дымовых газов, задача которого прервать работу горелки в случае пропадания тяги, в случае забивания дымохода, либо прорыва дымовых газов непосредственно в помещении. Второй элемент безопасности – это датчик, который контролирует температуру теплообменника и прерывает работу горелки в случае достижения критических значений близких к точке закипания, для того, чтобы предотвратить вероятность ошпаривания. Третий немаловажный элемент безопасности в водонагревателях – это датчик, контролирующий горение запальной горелки, либо основной горелки, в зависимости от типа прибора, это может быть термопара, либо электрод ионизации, в случае пропадания сигнала пламени, прерывающий работу основной горелки. Я бы не советовал заниматься самостоятельной установкой газового прибора в силу того, что требуется согласование с газовыми службами и в силу того, что эта работа связана с повышенной опасностью. В любом случае, монтажом, вводом в эксплуатацию, техническим обслуживанием газового оборудования должен заниматься подготовленный сертифицированный технический специалист. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...